Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о последствиях, которым может привести внедрение цифрового рубля. 24 июля 2023 года стало известно о том, что Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Документ вступает в силу с 1 августа 2023 года. Согласно ему, в России будет введена дополнительная форма национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими видами денег. Представители власти уверяют, что подобные новшества помогут решить многие проблемы и исключительно положительно скажутся на экономике страны и жизни простых людей. По факту же все это не что иное, как подготовка к цифровому концлагерю, в котором не останется места для свободы и духовного развития человека. На фоне всего происходящего в мире за последние годы новость о введении в России цифрового рубля теряется и кажется не такой уж и важной. Большинство людей даже не пытаются понять, что представляет собой цифровой рубль и воспринимают его как некий аналог безналичных расчетов. Пользоваться цифровым рублем предлагается через привычные приложения мобильных банков. В них можно будет обменивать безналичные деньги на цифровые и наоборот, а также совершать переводы, покупки и другие операции. Тем самым для обывателей цифровой рубль первое время действительно практически не будет отличаться от безналичного. По факту же общие у этих двух видов денег лишь в том, что они не имеют материальной формы. Безналичные деньги, которыми люди уже привыкли пользоваться, представляют собой средства на банковских счетах клиентов. Они отображаются в виде цифр на экране онлайн банка или в выписках счетов. Безналичные рубли на самом деле не совсем деньги, это обязательство банка выдать человеку наличные по его запросу. Банковская система функционирует за счет того, что потребность в наличке не возникает у всех клиентов одновременно. В то время, как деньги числятся на счету у конкретного человека, на самом деле они находятся в пользовании банка. Суть цифрового рубля совершенно другая. Он представляет собой некую цифровую запись в базе данных центрального банка. Каждая денежная единица имеет свой уникальный номер, по которому можно будет отследить все ее перемещения. Хранить такие деньги планируют в цифровых кошельках граждан и компаний. Открываться они будут на платформе Банка России. Каждый человек сможет завести только один цифровой кошелек, так как система будет полностью централизованной. На официальном сайте Банка России в настоящий момент можно найти информацию о цифровом рубле, представленную исключительно в положительном ключе. В частности, людей уверяют, что расчеты с использованием новой формы денег будут быстрыми, безопасными и удобными. Кроме того, гражданам обещают, что использование цифрового рубля будет добровольным, а от наличных денег никто отказываться не собирается. Несложно догадаться, что такие заявления делаются лишь на начальном этапе, чтобы постепенно завлечь людей в цифру и приучить к ней. В нашей стране, да и во всем мире, было уже масса примеров, когда политики нарушали свои обещания, ссылаясь на якобы изменившиеся обстоятельства. Так, людям обещали не повышать пенсионный возраст, не менять конституцию, не объявлять мобилизацию и многое другое. Естественно, что минусы цифрового рубля и последствия, которым может привести его использование, на сайте Банка России не озвучиваются. На самом же деле их предостаточно. В первую очередь, введение цифрового рубля означает смерть малого бизнеса. Сейчас, чтобы оставаться на плаву, многие бизнесмены используют всевозможные схемы обхода налогов, а с помощью наличных денег кладут выручку мимо кассы. В условиях цифрового рубля все это станет невозможным, что в итоге приведет к массовому банкротству компаний. На рынке останутся лишь крупные предприятия-монополисты, которые смогут диктовать населению свои цены. Однако это не самые печальные последствия, которыми грозит введение цифровых денег. Основная цель проекта состоит в тотальном контроле и управлении людьми. Цифровой рубль имеет множество опций, которые сейчас широким массам не озвучиваются. В частности, благодаря уникальному коду на каждом из рублей можно будет разрешить тратить их только на определенные цели. Данная функция преподносится как инструмент противодействия коррупции и повышения эффективности выделения целевых пособий. Так, выплаты на детей могут быть потрачены только на их нужды, а средства, выделенные на строительство городского парка, не упадут в карман чиновнику. Вот только точно так же можно контролировать и все остальные траты простых людей. Цифровой рубль позволит ограничивать траты населения на различные виды товаров и услуг. К примеру, для каждого человека можно будет установить лимит на покупку продовольствия или развлечения. Во времена пандемии пенсионерам и студентам отключали транспортные карты, чтобы затруднить их передвижение по городу. При использовании цифрового рубля подобные манипуляции станут еще проще, а за неимением других способов оплаты товаров и услуг люди никак не смогут обойти введенные ограничения. В условиях цифрового рубля возможно введение так называемых социальных рейтингов. Это означает, что угодные системе люди смогут тратить свои деньги на все, что они хотят, а неугодные будут лишены такого права. Кроме того, может появиться возможность сжигать деньги, которыми гражданин не пользуется, а откладывает себе на счет. В результате люди не смогут копить деньги, а значит, будут удовлетворять только свои базовые потребности. Уже сейчас на сайте Банка России говорится о том, что цифровой рубль не является средством сбережения. Помимо всего прочего, Центробанк оставит за собой право блокировать цифровой кошелек неугодного гражданина. В этом случае человек останется без средств к существованию, так как альтернативных способов получить деньги у него просто не будет. В данный момент людям предлагается пользоваться цифровым рублем с помощью приложения обычных банков. Однако в недалеком будущем данные цифровых кошельков могут быть внесены на специальные чипы, которые начнут вживлять человеку под кожу. Разработкой этих технологий сейчас активно занимается Илон Маск. В итоге библейские пророчества о невозможности купить и продать без печати зверя вполне могут стать нашими реалиями. По факту внедрение цифрового рубля представляет собой большой шаг в сторону цифрового концлагеря. Если люди охотно примут его и начнут им пользоваться, то тотальный контроль за каждым человеком станет лишь вопросом времени. Что касается самого законопроекта, который вносит изменения в отдельные законодательные акты в связи с внедрением цифрового рубля, в нем содержится множество символичных моментов. Так, его принятие Государственной Думой состоялось именно 13 июля, что соответствует любимому числу иллюминатов. Нижняя палата приняла закон в окончательном чтении 11 июля, а Совет Федерации одобрил его 19 июля. В этих датах содержится так называемый код катастроф 911. На последней же странице закона можно увидеть лишь печать канцелярии президента. Самой подписи Путина и гербовой печати здесь нет. По одной из версий, они присутствуют лишь на оригиналах документов, доступа к которым простые люди не имеют. Однако, если их никто никогда не видел, возникает сомнение в том, что они вообще существуют, а значит и в юридической силе закона. Что интересно, цифровые деньги запускаются не только в России. Подобные проекты одновременно разрабатываются и реализуются и в других странах. Такое единение говорит о том, что все указания поступают из единого центра, а цифровой концлагерь охватит весь мир. В данный момент многое зависит от людей и их осознанности. Если большинство граждан откажутся добровольно принимать цифровые деньги, несмотря на их мнимое удобство, у человечества появится шанс увидеть другое будущее, в котором нет места цифровому концлагерю. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!